Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Это первое видео в новом 2022 году, поэтому я вас всех поздравляю с Новым Годом и желаю всем вам, а особенно моим родным казахстанцам, мира и благополучия в ваших странах, а также здоровья и успехов в жизни на весь год и на всю жизнь. Сегодня я хочу рассказать вам о нашей поездке. Новогодние праздники мы провели на колесах. Мы посетили три провинции Южной Африки и увидели много интересного. Я планирую сделать несколько видео о нашей поездке, показать самые интересные моменты. И сегодня первый эпизод из этой серии. Я покажу вам два интересных места. Это птичий парк, который называется «Райские птицы» и парк приматов, который называется «Манки Лэнд», где животные и птицы живут в условиях, максимально приближенных к натуральным. Приятного просмотра! Манки Лэнд, что переводится с английского как «Земля обезьян», занимает территорию 12 гектаров и расположен в лесу, эндемичном для Южной Африки. Он был основан в 1998 году энтузиастом Тони Блехно с целью реабилитации приматов, которые раньше содержались в неволе. И, как правило, они содержались в ужасных условиях. Либо у частных владельцев, которые когда-то захотели взять домашнего питомца, такого экзотического, обезьянку, и потом поняли, что они не справляются с его содержанием, потому что обезьяна – это не кошка и не собака, и содержать ее гораздо тяжелее. И есть свои особенности. Также это обезьяны, которые раньше жили в цирках или работали в цирке, и жили в зоопарке, и потом стали размножаться, и излишки стали им ненужными. И также обезьяны, спасенные из лаборатории, где от ними проводились какие-то исследования. В Манки-Лэнд проводятся часовые пешие сафари, то есть прогулки по лесу с опытным гидом, который рассказывает и показывает разные виды приматов. И существует строгая политика, что животных нельзя трогать и нельзя их кормить. Это делается с целью обеспечения безопасности как животных, так и туристов. Потому что многие животные знакомы с людьми, они жили раньше в домах и не видят в них угрозы, и иногда ведут себя довольно нагло, в особенности верветки, с которыми вы уже могли познакомиться в некоторых моих видео. Они могут подходить очень близко, отбирать часы, какие-то блестящие украшения, сотовые телефоны, сумки. И поэтому нельзя к ним приближаться, и всегда нужно ходить вместе с гидом. При Бофоманкиленд, животные вначале попадают в реабилитационный центр, где их по необходимости лечат, но самое главное социализируют. То есть они живут вначале в небольших вольерах, где они имеют возможность общаться с себе подобными. Потому что ранее они жили в домах у человека и общались только с людьми, они никогда не видели других приматов. И основная цель, или же конечная цель, это реабилитация животных с целью возвращения их в дикую природу, то есть в их естественную среду обитания. Помимо африканских верветок, в Манкиленд живут и обезьяны экзотических пород, завезенные из стран Азии и Южной Америки. Это гиббоны, ревуны, капуцины, лангуры, обезьяны-пауки и беличьи обезьянки. Но больше всего здесь лемуров из Мадагаскара. Это кольцехвостый или кошачий лемур и самый крупный черно-белый лемур вари. И все они прекрасно себя чувствуют. Лемурам разрешено размножаться, поскольку у себя на родине их популяция снижается из-за вырубки лесов и ухудшения экологии. Как я сказала, животных кормить запрещается, но по всему лесу в стратегических точках расположены кормушки, куда они могут подходить в любое время, кушать, а туристы или посетители могут за ними наблюдать и фотографировать. А также есть 120-метровый подвесной мост над верхушками деревьев, стоя на котором можно видеть, как их жизнь на деревьях, то есть в их естественной среде. После посещения Манки Лэнд мы перешли в птичий рай. Это самый большой в мире птичий вольер под одним куполом, высота которого варьируется от 2 до 34 метров и который был создан с той же целью предоставления постоянного дома для бывших 13 домашних питомцев. Хотя большинство птиц в птичьем раю очень дружелюбные и людей совершенно не боятся, как вы видите, но политика птичьего рая такая же, как и Манки Лэнд. Запрещено их кормить, трогать, брать на руки. Можно только фотографировать. Это просто рай для фотографа. К сожалению, мы были ограничены во времени, а я бы с удовольствием провела там целый день. Всего в птичьем раю проживают более 3,5 тысяч птиц, представляющих около 220 видов различных видов экзотических и африканских птиц. И большую часть из них составляют попугаи. Около 60 видов попугаев, поскольку попугаи являются самыми распространенными домашними питомцами. Впервые попав в птичий рай, птицы вначале проходят реабилитацию. Они живут в отдельных вольерах, где они учатся летать. Поскольку большинство из них раньше жили в небольших клетках, они практически не умеют летать. В этих вольерах они наращивают мускулатуру, необходимую для полета, практикуются в полете, в посадке, в приземлении, в смене направления полета и так далее. Затем происходит их социализация, то есть знакомство с представителями птиц такого же вида. Обычно им требуется на это несколько месяцев, и только после этого птицы выпускаются в общий вольер, то есть вот под этот большой купол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... По всему парку установлены удобные деревянные подмостки на высоком уровне и есть также подвесные мосты для посетителей, чтобы удобно было наблюдать за птицами в местах кормления и просто в их естественной среде, когда они скачут по деревьям. Кроме птиц по лесу также бродят маленькие антилопы, голубые дукеры. Это африканские антилопы, одни из самых маленьких их представителей. Высота в холке достигает всего лишь 35 сантиметров, а весят они не более 5 килограмм. И они любят подбирать фрукты, которые роняют птицы. В птичьем парке проживает несколько видов тураку. Это птицы, эндемичные для Африки. И вот этот, в частности, это тураку ливингтона. Здесь они называются лори. Ну, международное название тураку. И у большинства из них подкрылки красные. И считается, что они используют их, чтобы отвлекать хищников. Когда птица летит, хищники смотрят на вот эти красные подкрылки и на них сосредотачиваются. А когда птица садится, крылья складываются, красного не видно. И как бы они становятся незаметными. И тем более их вот цветка оперения зеленая сливается с зелеными листьями. И как бы они становятся незаметными. Они сказали, не кормите птичек, а птички вроде как ждут, да? Да, он выглядит как... Но я не знаю, что он красивый. Ой, погибай. Клёвик. Красивый. Ой! Ты очень громко кричишь. Клёвик. Красивый. Зеленый тураку. А это алый ибик. С помощью системы распыления воды, а также речки, протекающей внизу, и нескольких искусственных водопадов, в птичьем парке создается влажная среда, которая максимально приближена к условиям тропического леса, что является естественной средой обитания большинства птиц в этом птичьем парке. Эта кошечка постоянно живет на территории птичьего парка. Она встречает и провожает всех посетителей. На этом заканчивается наша экскурсия по этим двум замечательным местам. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Жду ваши лайки и комментарии. До встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok